Недавно известный проповедник Джуббели Ахмед Худжа из Джамата Исмаилага навестил последнего из ныне живущих учеников Бадиузамана Саида Нурси, Хусну Байрамоглу. Эта почти четырехчасовая встреча прошла в чрезвычайно искренней и дружеской атмосфере, наполненной воспоминаниями, обсуждением научных вопросов и чтением отрывков из Рисали-Нур. Упомянув в контексте беседы жестокий и мрачный период 40-х годов, время наиболее активной борьбы с исламом в Турции, Хусну Агабей делился рассказами о шейхах-тарикатов, поддерживавших связь с Бадиузаманом и посещавших его в 1950-х годах, а также разъяснениями устаза касаемо тариката и метода Рисали-Нур. К примеру, во время того, как хаджи Хельмия Фенди и его Мюриды посетили устаза, они изъявили желание стать учениками Рисали-Нур, в ответ на что Бадиузаман поставил им условие не отказываться от тариката и его вирдов и вместе с тем читать Рисали-Нур до или после зикров. По просьбе Джубели-Ходжа, Хусну Байрамоглу делился своими воспоминаниями об устазе, о его ответах на различные вопросы, которые были заданы ему в разные периоды его жизни. И по этому поводу Хусну Агабей сделал такое пояснение. «Передача воспоминаний может содержать много преувеличений. Воображение примешивается к правде и истине. В этих воспоминаниях, которые вы услышали и рассказывали, может содержаться много неточностей». Джубели-Ходжа просил подтвердить некоторые воспоминания. «Поэтому основой должна быть книга. Путь Корана и Сунны ясен. В наших деяниях и словах мерилом должны быть рамки благородной Сунны. Бадиузаман является ученым из приверженцев Сунны пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Ни одно слово, состояние, поступок и манера поведения Бадиузамана не противоречили благородной Сунне. В отношении некоторых вопросов уважаемого Джубели-Ахмеда, касающихся межрелигиозного диалога, Хюсну Агабей прочитал ему в качестве разъяснения некоторые отрывки. «Сохранение, хоть и не распространяющихся на всех, но так или иначе присутствующих в сути ислама, таких тонких, но важных основ, как основы вилаята, праведности, богобоязненности, таква, аль-азимата, исполнение всех тонкостей, норм, шариата максимальным образом, не прибегая к допустимым облегчениям, и основы возвышенной Сунны является одной из главных обязанностей Рисалейнур. Какая-либо ситуация, та или иная необходимость не могут служить причиной отказа от этих основ». Кастамонское приложение Две части шахады неотделимы друг от друга. Они доказывают и заключают друг друга. Друг без друга быть не могут. Поскольку Мухаммад, мир ему и благо, является печатью пророков и наследником всех пророков, то бесспорно он стоит во главе всех путей достижения истины. Вне его великой дороги не может быть другого пути истины и спасения. Все имамы из людей познания и изыскания истины, подобно Саади Ширази, говорят «О Саади, вне дозволенного Мухаммада Мустафой, мир ему и благо, невозможно обрести победу на пути спасения». Также они сказали «Кюллут туруки масдуд, илляль минхаджу мухаммади». Громе пути, прочерченного Мухаммадом, мир ему и благо, все другие пути закрыты. Однако, порой бывает так, что следуя пути Мухаммада, мир ему и благо, некоторые не знают об этом. А бывает, что иные не знают о пророке, мир ему и благо, но путь, по которому они идут, является частью его пути. Также иногда бывает, что человек находится в неком психически ненормальном или самозабвенном состоянии, пребывает в изоляции или ведет дикий образ жизни, не задумываясь о пути Мухаммада, мир ему и благо. И для него достаточно исповедания только слов «Ля и ляха и ля ла». Нет божества, кроме Аллаха. Но вместе с тем, самым важным здесь является следующее. Несуществование принятия – это одно, а принятие несуществования – это другое. Эти разнообразные помешанные, отшельники или не слышавшие и неведающие люди не знают или не думают о пророке, мир ему и благо, чтобы иметь возможность принять его. И поэтому в этом вопросе остаются в невежестве. В познании Аллаха они знают только, что «Ля и ляха и ля ла». Нет божества, кроме Аллаха. Такие еще могут быть спасшимися. Однако, если человек слышал о пророке, мир ему и благо, знаком с его призывом, но не подтверждает его, то Аллаха он не познает. В отношении него одна фраза «Ля и ляха и ля ла» – нет божества, кроме Аллаха – не передает того единобожия, которое стало бы причиной спасения. Потому что такое состояние является не тем невежественным несуществованием принятия, которое в некоторой степени может быть уважительной причиной, а скорее это принятие несуществования, и отрицания. Человек, который отрицает Мухаммада, мир ему и благо, своими чудесами и делами, ставшего основой гордости Вселенной и причиной славы человеческого рода, конечно, ни в каком отношении не сможет удостоиться света и не познает Аллаха. Письма Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok